приветствую вас мои дорогие друзья меня все так же зовут Анна шапочка красивая сегодня вам покажу черенки которые я ставила укореняться еще в апреле месяце смотрите какая бегония это шардоне она у меня сейчас вот начинает цвести но до этого как бы еще вот только в силу грубо говоря придет хорошо цветет hot orange но мне ее тут не показать потому что там белье повешено все замочилось дождем видите даже стекает тут все недавно вроде полола лук и уже снова все посмотрите трава полезла все бы так росло как трава растет такой вот уже он у меня подрастает это лук эксибишен убирать пока его рано то есть он у меня пока еще будет расти думаю что еще недели две-три точно это у меня прикот вот такая тоже красоточка неимоверная тоже только начинает еще цвести то есть только-только в силу приходит ну давайте перейдем к черенкам серенковала я кого почкой кого маленьким череночком в апреле кто в начале мая кто в конце апреля то есть где-то вот так корневая у всех разная пересажена не в этот вот объем один литр где-то наверное недели две-три может назад вот так вот 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 уже видите у кого-то корешки проявляются вот уже через отверстие до дренажные у кого-то еще нет то есть все по-разному но понятное дело что и сорта тоже разные что мне никак не фокусироваться то есть вот видно это корешочки уже идут вот что у меня с фокусом-то сегодня такое непонятно то есть вот так вот они у меня растут сорта здесь помню разные здесь и древовидные и метельчатые в этом году крупнолистные не черенковала вот здесь у меня безмяшка это у меня древовидное то есть я веду их в один ствол в том году я пробовала прищипать не не понравилось я веду в один ствол пусть ствол будет более толстый само растение будет более мощное все равно весной или там кто когда осенью будет делать обрезку то есть вот у меня таким холостом возможно сейчас они имеют не презентабельный вид но тем не менее они не вид сами здесь у меня маленькие череночки стоят кто еще не пойдет никуда на продажу здесь он виде после дождя так все такое очень мокрое все такое потухшие вот по уходу в принципе за гертензиями как вот я ухаживаю за черенками укоренила адаптировала к воздуху да вынесла на улицу вынесла на улицу в тенечек потом постепенно до в тенечек от дерева солнце у меня сюда попадала в принципе но попадала но до обеда то есть не жаркое такое солнце все они мне так растут росли сначала в пол литровом горшке я их подкармливала янтарной кислотой и подкармливала удобрения с формулой 18 18 18 то есть у меня 18 18 то есть с равной формулой потом подкормлю монофосфатом калия они у меня в принципе пересажены здесь месяц назад то есть им хватает всех питательных веществ я вам еще покажу по грунту кислый грунт плюс у меня земля со старого там огорода там раньше животные жили то есть от них тут остатки уже давным-давно все перегнило то есть видите кто-то начинает окрашиваться это неправильно сформированная гортензия на мне пришла я не стала ничего с ней делать думаю ну потом увидите после дождя вам как на прибивала шапочки то есть кто-то окрасился уже относительно в свой цвет кто-то еще не окрасился кто-то только распускается то есть в принципе все как и должно быть вот видите тут по прибивала хотя маршмеллоу держала шапку но вот дождь реально сегодня такой ливану это лати орочка бегония открыть только яркая а здесь бегонии вечно цветущие маху вы посмотрите вот сейчас вам покажу там вообще не видно листочков просто вот у нас такой вот такой красивый шарик вот с них побрала черенков немножко на зиму в принципе сохраняются они нормально надеюсь что удастся сохранившим следующий год я бы хотела себе на участок снова вот такую красоту здесь у меня гортензии то есть видите да мне все гортензии в горшках абсолютно все у кстати посмотрите мадам очка-то собралась зацветать а кто-то у меня тут собрался зацветать там скорее всего вот это у меня если меня был это баблгам так а здесь у меня кто так это данки роуз данки роуз у меня новинка конкретно у меня там у нее цветок немножко не такой вот зацветет заодно проверю сорт что с фокусом то такое это вообще у меня была фразиция но из фразиции что-то выросла я думаю это она но начнется собираться свести в общем я не знаю что там растет ну пусть растет вы кстати еще одна собирается зацвести и думаю они не будут у меня цвести шугараж такая вот мощненькая и у меня дождем прибила остатицу то есть наклонила очень сильно плюс ветра тут были надо сейчас будет подвязать часть то я уже взяла себе на букетике часть еще в принципе осталось вот ну что же дорогие друзья вот такое вот видео оставлю ссылки на свои другие каналы на сообщество вконтакте всем пока пока